Вопрос дорожного шума в ночное время встал на обсуждение в Мосгордуме. Согласно законопроекту, предлагается повысить штраф за нарушение тишины в период с 23.00 до 5000 рублей. Сейчас эта сумма равна 500 рублям. Штрафы выписывать будет автоматизированная камера, оснащенная шумометрами. Но этот законопроект находится на рассмотрении сентября прошлого года. Поможет ли это в ночное время в реальности? Можно предположить, что да. Однако всегда есть но. Действительно ли мотоциклисты являются корнем всего шумного зла? На самом деле в нашем городе довольно много длинных улиц и проспектов, которые в вечернее время становятся треками по прямой для большого числа транспортных средств. И мотоциклы не стоят во главе угла. Например, на проспекте Нариманово часто пролетают трамваи, спешащие на свои конечные остановки. Да и автомобили не исключение. Никто не задумывается об уменьшении громкости динамиков в автомобиле, стой на светофоре в вечерний час. А спортивные дорогие автомобили с измененным глушителем и вовсе будто бы пропадают из поля зрения и слуха у горожан. Шумные ли мотоциклы? Да, на некоторых стоит прямоточный выхлоп, который громче обычного. Но даже обычный на высоких оборотах звучит довольно громко, как, собственно, и в автомобиле. И нужно себя спросить, а громче ли мотоцикл грузового автомобиля или трамвая, или какого-то заряженного автомобиля, который пролетает за окнами. Многие ведь даже не могут отличить по звуку двигателя, проехал автомобиль или мотоцикл. От водителей мотоциклистам тоже достается достаточно. Конечно, всегда есть автомобилисты, считающие мотоцикл таким же транспортным средством, на которые распространяются те же самые права и правила. Но всегда есть исключения. Очень часто мотоциклисты становятся жертвами агрессивного поведения среди их автомобильных коллег. Причин для этого большое разнообразие, а аргументаций еще больше. Как правило, езда без правил становится главной из них. Вот только по факту оказывается, что ДТП и нарушений с участием водителей мотоциклов оказывается в разы меньше. Согласно официальной статистике ГИБДД Российской Федерации, за июль прошлого года в Ульяновске было совершено 278 происшествий с 9 летальными исходами на легковых автомобилях. А вот за тот же период среди мотоциклистов всего 4 ДТП без смертей. Вот и встает вопрос, кто же на самом деле является нарушителем правил и спокойствия на дороге. В отношении мотоциклистов также очень много нарушений, например, на дороге. То есть недовольные водители почему-то считают, что мотоциклам мешают, начинают выдавливать, несмотря на то, что это может привести к серьезным травмам. Сотрудники госавтоинспекции периодически проводят оперативные рейды исключительно по мототранспорту, в том числе выискивая нарушителей тишины. И они находятся, равно как и те, кто управляет мотоциклом без прав и с нарушением ПДД. Но все прекрасно понимают, что реальных рычагов воздействия на шумный вопрос в городе, как и в стране, нет. Ведь, как мы уже говорили, под эту категорию вечернее время при желании можно вписать практически любой транспорт. Даже тот, что передвигается по рельсам днем. Что же остается делать? Найти компромисс в понимании друг друга. Пока не появится реальный регулятор этой ситуации, учитывающий интересы и горожан, желающих поспать пораньше, и мотоциклистов, и всех остальных участников дорожного движения. Это те же ваши соседи-мотоциклисты, это продавцы, это банковские работники, юристы, врачи, фитнес-тренеры. Это люди, которые окружают вас в повседневной жизни.